Хотелось бы вас узнать по поводу лени, человеческой лени. Какова ее природа? Значит, лень – это тот же самовар, с которым разливается религиозность, всякие убеждения. Не обязательно религиозность такая, чтобы в Бога. Можно верить в молекулярную биологию, в какую-нибудь парадигму научную, в холодно-термоятельный синтез. То есть вера, она подразумевает то, что ты не обладаешь критичностью разума, то есть твоих знаний недостаточно. И самое главное – лень думать. Почему? Потому что если ты принимаешь на веру то, что тебе дали, у тебя тут же энергетические расходы, мозг резко падают. В ответ – внутренние эндогенные наркотики и райское счастье. То есть лень, короче говоря, это инструмент экономии энергии. Вы посмотрите за обезьянами в зоопарке. Они лежат там, значит, съел банан – лежи. Ну, если возник конфликт, ну, подрался – опять лежи. Ну, они так все время живут. Все так живут. Коты у нас, они просто с утра до ночи работают и работают. И собаки они вкалывают, не покладая лапу. То есть дрыхнут целыми днями. Наелся и спит. В чем дело? Энергии никогда не хватает. И поскольку у нас внутри мозга существует специальный механизм экономии этой энергии. Вот ты поел что-то, ее надо растянуть на максимальное продолжение времени. А вдруг дальше еды не будет? Организм этого не знает. Поэтому что надо? Надо ее экономить, эту энергию. Не расходовать. В первую очередь, чем надо экономить? Мозгом. Почему? Потому что мозг весит 1,5 массы тела, а потребляет до 25% энергии. Это же безобразие. Его надо отключить. И вот отсюда придумывают всякие отключения. Верования, религии, обряды некоторые, приемы поведения, социальные традиции. Телевидение. Телевидение, да. Потому что ты имитируешь события совершенно безопасно и затрагивая энергии. Ты садишься около ящика, вытягиваешь ноги, берешь банку с пивом, и ты уже в Австралии. Мозг в восторге. Он к этому пиву добавляет еще канабиоиды и апиоиды, и вообще отлично идет. Понимаете, расходы падают. То есть, иначе говоря, лень – это инструмент защиты мозга от траты энергии, всего организма. Потому что раз энергия осталась, для чего ее надо экономить? Единственный смысл биологических существ – это что? Оставить потомков. Наделать побольше потомков, покрыть бедную планету метровыми слоями, своими этими генокопиями. Вот и все. А никакой цели больше нет. Поэтому, когда возбуждаются, отходят от этих целей, когда поразмножаться, поесть, восполнить энергию, ну и на худой конец выпендриться. То есть, показать, что Кузькину мать всем, что ты не просто так бабуин, а уж раз бабуинища, так будь здоров. Вот и все. Собственно говоря, все законы, государственная система, религия и традиции обеспечивают это наилучшим образом. Но это чистая зоология. Биологический процесс, который, еще раз повторю, к человеку, к этому громкому имени, к гомо-сапиенс, к человеку разуму, никакого отношения не имеет. Поэтому лень – это биологический процесс, который гарантирует экономию энергии, в первую очередь, нашему мозгу. Вот и все. Однако же есть много людей, которые горят какой-то своей профессией, опять же, ученые, художники, писатели, и могут работать сутками. Например, вы. Я? Я не горю. Нет? Ну, вы чего? Ну, слушайте, мне-то особенно гореть смешно. Потому что я знаю, как работает мозг. Может, в юности? В юности, да, мне было интересно. Но я уже давно понимаю, как это все устроено. В юности там, понимаете, бегают не из-за того, что они горят, а из-за того, что у них в штанах дымится в основном. Гормональная стимуляция колоссальная, которая проходит там 25-27 годам. А до этого, ну, что ж, там двигатель другой, он ниже пояса. Гормональная доминантность и прочие биологические законы, через которые человек перешагнуть, как правило, не могут. Он поговорит с тинейджером о гипотезе Пуанкаре. Он скажет, что Пуанкаре, когда у меня соседка вот в такой юбке. Какой Пуанкаре? Вы чего? Размножаться надо на дискотеку. Какой Пуанкаре? И будет прав абсолютно. Пока гормон не кончится, он еще сможет там подпрыгивать как-то. Потом он начинает умнеть, но уже обычно это поздно. Это такая классическая человеческая жизнь. Сначала человек живет биологическими законами нейрогормональной регуляции поведения, а потом, когда спохватывается, уже выясняет, что вообще все поздно. И учиться поздно, и думать поздно, и жизнь свою менять поздно, и очень страшно. Ну и все, и превращается во что? Нервная система уже абсолютно не нужна. Вот и все. А вот те, кто горит, ну просто мозг работает, он не может работать круглосуточно. У нас ресурсы метаболизма мозга очень ограничены. И разумно его использовать тогда, когда он может работать. Но для этого надо понимать. Это отдельные есть способы и инструменты, в том числе, которыми я пользуюсь, которые позволяют эффективно работать. Есть много и производители, но, к сожалению, не все время. Мозг не может работать все время. Это такая дрянь, по большому счету, что он, если может сочкануть, он тут же пойдет и погонит тебя, как у людей верующих, с целью помолиться. Думается, нужно заставлять себя, вы знаете. Люди заставляются, нужно молиться. Что лучше, заставить что-нибудь попроще заниматься или чем посложнее? Конечно, попроще и лучше. Вы же сами знаете, если вы задумываетесь о чем-то высоком, ну, например, вас с работы выгоняют или еще что-нибудь. Вы должны сидеть и принять решение. Или студент, если у вас есть дети, или вы видите соседские, он сидит и думает. То вот понимает, что он раз встал и пошел. Вдруг приходит и говорит, мама, можно я тебе помогу? Мать падает в обморок от испуга. Говорит, это чего бы это? Говорит, ну, я хочу тебе помочь посуду помыть, на кухне убрать. Что это он делает? Сессия началась. Сессия началась. И ему, он заставить свой мозг работать не может, потому что расходы очень велики. Что он подменяет? Ну, кухонным рукосуйством. И вот он идет на кухню, и начинает там кастрюли сесть. Эта кастрюль сесть намного лучше. Потому что расходы мозга тут же падают, он еще вовнутрь наркотики, нормально все. И учиться тебе надо пойти сесть и изготовиться. Это адский труд, потому что уже в потолок расходы мозга это не благословляется. Вот и все. Все очень просто. То есть вы почему так делаете, говорите, там, помолиться надо себе оставить. Да это намного проще, чем заставить себя думать. Мозг очень точно взвешивает баланс расходов. И то, что меньше, то благословляется в том, что больше не благословляется. Вот и все. Примитивно. Дальше некуда. Какой же выход? Какой? Хороший дрын и церебральный сортинг. Дрын, то есть заставить всех с помощью... Надо поставить в условия, умело поставить в условия, которые бы заставили людей думать.